У меня сегодня десерт. Называется творожные сырки с орехами в глазуре. Делать я их буду при помощи миксера. Беру мерочный стаканчик. Запускаю сюда творог. Добавляю сливки домашние, густые. Немножечко ванили. Чуточку для аромата. И сахар. Но у меня вместо сахара сегодня фруктоза, потому что фруктоза более полезный продукт, чем сахар. Я думаю, что мне 2 столовые ложки хватит. Чуть-чуть добавляю. Теперь пенсер. Одеваем насадку. И начинаем всё это взбивать. Сначала на первой скорости. Главное, чтобы не получилось масло. Отливки домашние. Вот и всё. У каждого дома есть вот такая формочка для льда. Я её буду использовать для своих сырков. Берём шоколадную глобурь. Чайной ложечкой разливаем формочки. Так, по чуть-чуть. Теперь выкладываем сырковую массу в каждую ячейку. Сырковую массу так, чтобы со всех сторон выдавливался шоколад. Главное, шоколадная. Нажимаем, чтобы её видно. Теперь у меня фундук. Фундук я вкладываю в каждую ячейку. В серединку пырка. Ну, это ещё не было. Беру опять шоколадную глобурь. И поливаю сверху. Накрываю каждую ячейку. Всё, в принципе, шоколадные сырки с орехом у меня уже готовы. Но для того, чтобы они совсем были готовы, их нужно поставить в холод. Что я и сделаю. Я их поставлю на несколько часов в морозилку. А для тех, кто не хочет долго ждать, когда наши сырки приготовятся в холодильнике, можно сделать такой вариант. Берём эту сырковую пасту. Пойдём в стаканчик. Красиво. У меня осталась шоколадная глазурь. Орехи. Орешки сюда. Поливаю лазурью. Я думаю, такой десерт ничем не хуже, чем глазированные сырки. Я думаю, очень даже вкусные. Глазированные сырки постояли у меня в холодильнике. Ставила я их на ночь. Думаю, пускай уже водится хорошо. Теперь так просто. Они не хотят выскакивать. Поэтому я налила в гриллер горячую водичку и нагрела её. Теперь нужно опустить эту формочку в воду буквально на несколько секунд, чтобы верхний слой шоколада немножко растаял. Думаю, достаточно даже. Теперь попытаемся их вытащить. Они не хотят. О, пошли. Смотри, какая прелесть получилась. Такие даже как конфетки. Тут немножко шоколад поединил их. Зато как вкусно, наверное, да, Андрей? Угу. Даже какие-то буковки появились, как шоколадные конфеты. Ну что, Андрюша, разрежем одну и посмотрим, да? Она заледенела. А вот орешек. Надо им немножечко постоять, чтобы зашёл этот холод. Тогда можно кушать, иначе так можно заболеть. Понял? Угу. Всё. В принципе, блюдо готово. Смотрите, как классно, красиво и вкусно. Спасибо. Угу. 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 Угу.